В регионе стартовала весенняя расплодная кампания. Как справляются с этой работой животноводческие хозяйства Жамбулского района? Насколько эффективны оказались меры государственной поддержки отрасли и что нужно еще сделать для роста динамики развития сельского хозяйства? Эти вопросы сейчас на личном контроле Акимата района, в котором созданы специальные рабочие группы, которые в эти дни объезжают все животноводческие хозяйства, приступившие к окотной кампании. В животноводческих хозяйствах области в самом разгаре расплодная кампания. Она проходит в основном в марте-апреле, совпадая с наступлением первых теплых дней и появлением на пастбищах первой сочной растительности. Всего в Жамбулском районе на сегодня насчитывается 25 тысяч голов крупного рогатого скота, 15 тысяч лошадей и свыше 154 тысяч овец. Животноводным со стороны государства оказывается различная поддержка, в том числе и в рамках соответствующих направлений программы Аула Маната. Одну из рабочих групп, объезжающих все животноводческие хозяйства, приступившие к окотной кампании, возглавляет заместитель Акима Жамбулского района Ербол Жиенкулов. С приходом весны началась окотная кампания. У нас насчитывается немалое количество голов овец, коров, лошадей. Планируется их увеличение. Крестьянское хозяйство Бейли-Болис Акбастаусского сельского округа было создано в 1993 году. На сегодня на его балансе числится 500 лошадей и более тысячи овец. Есть здесь и откормочная база. На данном этапе в хозяйстве полным ходом идет окот скота. Новорожденных телят и ягнят содержат в специальных утепленных помещениях. В нашем крестьянском хозяйстве разводим овец. За ними мы присматриваем и заботимся о них. Для приведения расплодной кампании отары из стада переведены на лучшие весенние пастбища, где уже проросли первые травы. И что немаловажно, имеются утепленные кошары и загоны. Туда же подведены грубые растительные и концентрированные корма. На период окотной кампании выделены дополнительные людские ресурсы для оказания непосредственной помощи чиманским бригадам, особенно которые находятся на отдаленных отгольных участках в горной местности и в песках маинкумов. Наимбек Багбанов, Сапар Серикулы, Аканак Парад.